Здравствуйте, уважаемые ученики! Сегодня на уроке мы зайдем на стекло технико-тратические действия и индивидуальные действия при защите. Начнем урок с обстоятельствующих упражнений. Первое упражнение. Узкая стойка ноги 8. Руки на поясе. Наклон уголок вперед-назад, лево-вправо. Упражнение вместе начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стойка. Следующее упражнение. Узкая стойка ноги 8. Руки на плечах. Локти находятся на углу и плечи. Делают круговые вращения. Вперед 4, назад 4. Посмотрите упражнение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. При этом упражнении локтем описывают круг. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, стойка. Следующее упражнение. Узкая стойка ноги 8. Руки на плечах. Правая рука локтем, лебра внизу. Руки прямые, сжатые в кубах. Отвиение прямых рук назад. Посмотрите упражнение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. При этом упражнении обязательно руки должны прямо доходить до упора назад. До упора назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Узкая стойка ноги 8. Руки согнуты перед собой в оттяг. На счет раз, два, отходим, согнуты руки назад. На счет три, четыре, прямые, ножки поднимаем вверх. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. При этом упражнении обязательно руки находятся на лобовом плече. Руки вниз, вверх, не поднимаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Узкая стойка ноги 8. Руки на поясе. На счет раз, делаем наклоны туловища вперед. Ноги прямо. На счет два, потом поднимаем назад. Три, влево, четыре, вправо. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Узкая стойка ноги 8. Руки на поясе. Делаем наклоны туловища. Два раза в левую сторону, два раза в правую сторону. Посмотрите упражнение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Ноглоны туловища в широкой стойке. Исходное положение. Широкая стойка ноги 8. Руки на поясе. На счет раз мы делаем наклон к уловище к левой ноге. Раз. Ноги племы. Руки тянемся мертвыми. Обязательно встать. На счет два. Наклон посередине. Прямо. Встаем. Три. Левые ноги. Четыре. В исходном положении. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Следующее упражнение. Выпады. Посмотрите упражнение. Делаем выпад. Левая нога вперед. Спина прямая. Сзади нога прямая. Два. То же самое упражнение с другой ноги. Три. Четыре. Теперь делаем выпад в сторону. Раз. Ножка прямая. Спина прямая. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Исходное положение. Основная стойка. Руки на поясе. Посмотрите упражнение. Раз. Два. Три. Четыре. Исходное положение. Исходное положение. Основная стойка. Спина прямая. Пятки от головы не открываем. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Следующее упражнение. Опражнение бабочек. Исходное положение. Исходное положение. Узкая стойка. Руки на поясе. На счет раз. Поднимаем. Прогибаемся. На счет два. Вот присев. На счет три. Лежим. Четыре. И встали. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Следующее упражнение. Прыжки. Исходное положение. Основная стойка. Руки на поясе. На счет раз. Делаем прыжок в сторону и хлопок сверху. На счет два. Исходное положение. На счет три. Делаем прыжок в логи в сторону и хлопок сзади. Четыре. Исходное положение. Теперь попробуем вместе. Раз. Два. Три. Четыре. А сейчас мы переходим к основной участке урока. Сегодня в основном часть урока мы будем с вами проходить подводящие упражнения для совершенствования техники обладания мячом. Эти упражнения предназначены для того, чтобы каждый игрок мог индивидуально выполнять различные технико-тактические действия во время игропрощадки. Для того, чтобы игрок чувствовал лучше мяч и мог совершенствовать это во время игры в баскетбол. Сейчас мы пройдем с вами простые элементарные движения по технике обладания мячом. Самое первое упражнение у нас такое. В исходном положении узкостойки ноги бросим. Мяч у нас в руке перед собой. Широко располагаем на ладошку, мяч в лужу на ладошку. Делаем подбрасывание мяча над собой. Подбрасывание мяча над собой. С руки в руку. С руки в руку. Вот такой вот. Следующее упражнение. Исходное положение. Узкостойка ноги бросим. Мяч перед собой. Мы делаем наклон. Мы делаем упор-пресед. Делаем подбрасывание мяча. Ловим. Подбрасывание. Ловим. Подбрасывание мяча выполняется для лучшего повладения техническими мячом. Раз, два. Чтобы усилить это упражнение, мы делаем подбрасывание с клопком. Подброс, клопок. Поймаем. Подброс, клопок. Поймаем. Усложняем упражнение. Делаем клопок сзади. Подбрасывание. Подброс, клопок. Поймаем. Бросаем, клопок. Бросаем, клопок. Шлопок сзади. Подбросим. Поймаем. Подбросим. Поймаем. Теперь мы усложняем наше упражнение. Подбрасывая мяч перед собой. Делаем клопок спереди, сзади. Одно подбросим. Мяч под собой. Раз, два. Обязательно делаем клопок сзади. Следующее упражнение. Упражнение вращения реча вокруг своей силы. Посмотрите упражнение. Раз, два, три, четыре. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь показываем помедленнее. Для того, чтобы мяч у нас не падал, мы при вращении в одну сторону разворачиваем кисть. Раз, встречаем по сторонам. Два. Еще раз. Разворачиваем кисть. Мяч у пояс у нас. Перед собой. Раз, два. Показываем упражнение с боку. Кисть. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Залей. Раз, два. Следующее упражнение. Упражнение по сверочкам. Ноги чуть шире плечи. Мяч перед собой. Показываем сначала медленно. Раз, два. Три. Четыре. В обратную сторону. Раз, два. Три. Четыре. Вращение в источниках. То же самое. Мы мяч держим перед собой. Кисть отпускаем его вниз и контролируем мяч. Раз, два. Три. Четыре. Теперь покажем. Раз, два. Три. Четыре. В другую сторону. Раз, два. Три. Четыре. Теперь мы делаем вращение плеча вокруг своей ноги. Делаем мы под вращением в одну сторону, в другую сторону. Исходное положение. В одну сторону, в другую сторону. Исходное положение. Теперь добавляем терпение. Раз, раз. Раз, раз. Раз, два. Раз, два. Усложняем упражнение. Тоже самое упражнение. Делаем напряжение. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Делаем беды. Раз, два, три. Назад. Раз, два, три. Теперь, для техники владения ключом есть следующее упражнение. Просто катаем мяч. Катаем мяч. Катаем мяч. На драиле мяч. Усложняем упражнение. Катаем. Суть ног. Вбоку. И еще одно упражнение. Нагибки владения ключом. Ноги находятся чуть шире плечи. Ноги с коленей согнуты. Мы держим мяч. Без разницы, можно ли вы руку спереди. Правая рука сзади. Подбрасывая мяч, надо поменять свои руки. Сторонами. Раз. Поймали. Раз. Поймали. Раз. Поймали. Поймали. Раз. Поймали. По каждому боку. И раз. Поймали. Раз. Поймали. Раз. Поймали. Раз. Поймали. Все отрывки, хвосты, элементарные движения и упражнения предназначены для лучшего техники владения ключом. Собственно. Занимаясь дома, вы можете взять любой предмет. Не обязательно спортивный мяч. Это может быть детский игрушечный мяч. Желательно потяжелее для того, чтобы техника владения мячом и научились учиться мяч держать его в руках. В дальнейшем поможет вам при совершенствии игры. Продолжение следует... Продолжение следует...